Ты только не волнуйся! Чё? Чё происходит? Здарова, братаны! Вы на канале Дивплей, меня зовут Евгений, и сегодня у нас всё ещё булочки-микулечки. А сегодня у нас спешл-длс про кота-пирата. Которого у нас хватит ещё где-то на три выпуска. Так что погнали! День-ка-то! Значит, жар и головные боли суставы крутят головокружением, правильно? Да. У тебя жар, пионер, будем лечиться или как? Думаю, один небольшой уколчик решит твою проблему. А без укола не получится, я бы выбрал или как? Таблетку там, пилюлю, порошок какой-нибудь. Виола зловеще хихикнула и кивнула. Таблетку? Можно и таблетку? Сейчас посидим, я за шуруповёртом схожу. Я помню эту штуку, не нужно шуруповёрта. Как скажешь, подожди три минуты, я только шприц простерилизую. А вот же, сука, с юмором. Виола выключила электроплитку и достала из железной пробирки стерилизатора многоразовый шприц. Сноровистой его собрала. Из-за этого она хищна высосала игловые содержимое двух ампул и одного флакончика. Постучала по стеклу шприца и выпустила тонкую стройку лекарства в потолок, выгоняя воздух. Снимай шорты. Только, пожалуйста, полегче. Не бойся, пионер. Иголка новенькая, только весной купили, даже не заметишь. Обещаю. Я со вздохом спустил шорты и трусы, оголяя место для укола. Меня звонко шляпнули пониже спины. Это ещё зачем? Чтобы кровь перелила. Быстрее прельян, быстрее лекарства впитаются. Понял. Так что, чуваки, вы знаете, под каким предлогом теперь можно девушек отслёпать? Я тихо замычал, когда внушительная многоразовая игла вензилась в мой зал. Зал. Бля. Зад. Но боль тут же ушла. Ну да. Ушла боль, и пришёл стояк. Тихо. Теперь посиди, ватку прижимай. Сейчас у тебя может закружиться голова, но это нормально. Она наклонилась к моему лицу. Её разноцветные глаза оказались точно напротив моих. Сейчас они смотрели тепло. Понимаю, ещё, но всё равно насмешливо. На какую-то долю секунды мне показалось, что она хочет меня поцеловать, но медсестра лишь коснулась ладонью моего лба. Я невзначай опустил глаза и буквально утонул в заманчивых глубинах выреза её халата. Кожа Виолы была гладкой, очень светлой, без единого изъяна. Под неё исходил едва уловимый приятный запах духов и приятное тепло. Виола перехватила мой взгляд, понимающая улыбнулась и выпрямилась. И куда же мы с таким интересом смотрим, а пионер? У меня жар, я не соображаю, че делаю. Раз проявляешь интерес, значит не так уж и болен. И стимулируешь? Не, точно нет. Если за завтрашний день не пройдёт, то поедешь в больницу. Ну-ка, вставай. Только осторожно. Она подала мне руку, и я, пошатываясь, принялся вставать. Ой, ой-ой-ой. Задача была выполнена почти успешно, но тут окружающие мне вещи, все как одна понеслись куда-то вверх, а белоснежные плитки пола больно стукнули по голове. Опять. Почему моей голове достаётся столько ударов? Нужно было надеть каску или мотошлем, или... О-о-о-о-о-о-о-о-ой. Юлька! А зачем тебе труселя? Когда я открыл глаза, то понял, что смотрю снизу вверх на симпатичные ножки. Там, где они сходились, дразняще белели трусики. Я ожидал, что на Виоле будет что-нибудь более... неигривое. Кружева, пояс для челок, а здесь... Стоп-стоп. А Виола ли это? У неё ведь хвоста не было. Точно не было, я бы заметил. Кошачий хвост, виднеющийся из-под потрёпанного платьица, тут же вытеснил мысли о фасоне белья медсестры. Этот хвостик я уже видел. Там, в лесу. Я вспомнил про Мику и отвёл взгляд. Всё, всё, Семён. Прекращаем заглядывать под платье посторонним девушкам. Мику, думай про Мику. Тем временем сверху участливо поинтересовались. Как ты себя чувствуешь? Необычно. Я покачал головой. Ощущения были странные. Когда я потерял сознание, уже вечерело. Но и сейчас все краски вокруг были яркие и сочные. Вдобавок запахи ощущались остро и резко. Запах пыли, резины, металла и почему-то бензина. Я лежал на потёртом резиновом коврике, покрывавшем пол пассажирского автобуса салона автобуса. Тут самый автобус. Только теперь я не утыкался носом в её пальцы, а видел их чуть сверху. Ты только не волнуйся. Чё? Чё происходит? Понимаешь, твоему телу сейчас плохо, и я решила, что тебе лучше побыть вне его. Чё? Я услышал истошный кошачий вопль, который доносился из-под окон каждый март. Но сейчас он складывался в осмысленное слово. Я... я направила тебя. Куда ещё направила? Девушка виновата прижала уши. Понимаешь, я такого раньше не делала, но почти не делала. Ты должен был временно побыть в сознании другого Семёна в другом лагере. Для тебя это было бы как сон. И... Но у меня не очень получилось, и ты побудешь вот в нём. Мне было страшно смотреть вниз, но я всё же медленно опустил глаза. Прямо передо мной, там где полагалось быть рукам, лежали аккуратные пушистые лапы в белых носочках. Кошачьи лапы. Я... Я в коте? Я в теле кота? Ёбаный инострал! Да, прости, я хотела как лучше. Я в теле кота? Я кот? Да. Это... Мне ловить птиц, ходить в туалет, в ямку, лазить по деревьям и всё такое? Всю оставшуюся жизнь? Не волнуйся так, это всего лишь до завтра. Мне нужно отдохнуть, и я верну тебя в твоё тело. А... А моё тело как... Чё с ним? В нём кот? Девушка громко рассмеялась и покачала головой. Ну что ты такое придумал? Оно без сознания спит крепким здоровым сном. И проспит до завтрашнего вечера. Тогда где же кот? Кошки, они не такие, как мы. Они живут во многих мирах сразу и то. И то, что в этом кошачьем теле денёк поживёшь ты, он даже не заметит. А ты... Я показал рукой, лапой, лапой, рукой, лапой, да, лапой, на её ушки и хвост. Ты тоже? Собеседница очень серьёзно посмотрела на меня, потом снова покачала головой. Я не кошка и не человек, я это я, понимаешь? Не-е-е! Вот и не думай об этом, лучше попробуй встать. Я попытался подняться на ноги, но тут же завалился на бок. Чё такое? Я будто пьяный. У тебя теперь четыре лапы, а не две ноги. Нужно привыкнуть. Я не хочу привыкать, я хочу обратно свои ноги, мать твою, за ногу. Внезапно я понял, что моя спина легко и органично изыгнулась дугой. Мышцы в районе копчика напряглись, а... А там внизу спины, где ничего не должно было бы быть, было очень странное ощущение. Словно ещё один палец, только очень гибкий и подвижный. И сейчас он непроизвольно подёргивался. Она наклонилась и взяла меня на руки. Придётся потерпеть. Спасибо, ты меня успокоила прям. Божечки-кошечки. Девушка легко спрыгнула по ступенькам, и мы оказались у главных ворот. Я осторожно посмотрел через её плечо. Конечно, это был сон. Бело-красный икарус, тот самый, что привёз меня сюда. Твоему сознанию нужно обжиться в новом теле. Лучше всего, если ты сейчас поспишь. Откуда ты знаешь, что же не делала такого раньше, а? Да? Я так думаю. Пойдём, отнесу тебя в твоё логово. Логово? Домик. Да, домик. Вы их так называете. Спасибо за помощь, блин. Она бережно несла меня на руках, а я смотрел по сторонам слишком шокированный, чтобы удивляться. Вокруг явно была ночь, но при этом я отчётливо видел всё вокруг, словно в сумерках. Путешествия во времени и смена тела на молодое немного подготовили меня к тому, что произошло. Но всё равно, ощущать себя в кашлячьем теле было очень странно. Чтобы отвлечься, я попытался завести беседу. Как тебя зовут? Ты всё равно не выговоришь. Вообще, ты называешь меня Юлей. Как я могу называть тебя Юлей, если я тебя впервые вижу? А вот и не впервые. Она дружески почесала меня за ухом. Волна удовольствия прокатилась от уха к затылку и мягко растеклась по спине. Я вдруг ощутил, что моя горло на выдохе стало странно вибрировать и издавать урчания. Юля улыбнулась мне. Вот, мурлыкать уже научился. Это главное для кошки. Я чё? Ещё и кошка, а не кот? Она без церемонии перехватила меня под мышки. А я ничего не мог с этим поделать. Только болтать ногами, лапами, задними конечностями в воздухе. Нет-нет. Кот. Сто процентный настоящий кот. Она поднесла меня поближе к лицу. Мне вдруг стало неловко, и я попытался поджать лапы, чтобы прикрыть то, что она рассматривала. Неожиданно хвост сам собой изогнулся и прижался к животу, прикрыв нужное место. Юля захихикала. Ты быстро учишься. Блин, не рассматривали бы твою пизду, ты тоже бы быстро научилась прикрываться. Вот мы и пришли. Она осторожно открыла дверь. Ольга уже лежала в своей кровати, а на моей игре мы сделаем кучу одежды. Вот значит как. Мне бумажку на пол нельзя кинуть, а сама развела такой бардак. Куда тебя положить, на твою кровать или... Она улыбнулась и показала подбородком в сторону Ольги. Вожатая темно потянулась во сне и что-то пробормотала. Эй, подожди, как это, куда? Если она проснется, то... То улыбнется и примется тебе тескать. Ты ей очень нравишься. То есть не ты, а пират. Так я... Я в теле пирата? Да, времени было мало. Или в кота, или еще там летучая мышь была возле окна. Спасибо, что не в мышь, они противные. А по-моему, очень симпатичные. Такое себе. Она сдвинула горку Ольгиной одежды и устроила меня на подушке. Теперь спи. Завтра вечером приходи ко мне в лес. Я верну все как было. Точно вернешь? Не знаю. Она беззвучной тенью исчезла за дверью, оставив меня один на один с фактом, что теперь я кот. Во всяком случае, до завтра. Нестерпимо зачесался затылок. Я машинально потянулся к нему и... Ой, больно! Немедленно оцарапался когтем. Нужно осторожнее, а то вдруг соренка в глаз попадет, а я сам себе его вырву. Глупо получится. От нечего делать, я повернул... Я повернул к себе, покрытую шерстью, лапу и попытался выпустить когти. Четыре острия тут же показались из-за подушечек, потом втянулись обратно. Я развлекался таким нехитрым способом, пока не заснул. Охуяное развлечение. Я проснулся от того, что на меня упало что-то розовое, легкое и очень приятно пахнущее. Не такой хищно-пряный аромат, как у Виолы, но легкий и очень женственный. Я не сразу понял, что происходит. Но потом воспоминания о вчерашнем вечере безжалостно разбили мое замечательное утреннее настроение. Это же духи Ольги. Стоп, стоп. Это... Это чё, её... Если это её ночная рубашка, то на ней сейчас... Ничего нет? Я осторожно выглянул из-под душистого розового покрывала и потерял дар речи. Кошачьей речи. На Ольге Дмитриевне действительно почти ничего не было. Изящная загорелая спина, без полос от загара, тонкая талия, стрё... С... С... Стрёплые бёдра... Блядь! Стрёплые бёдра, обтянутые тонкими чёрными чулками. Я подался вперёд, чтобы рассмотреть её получше, но из... Но из-под моих лап посыпались карандаши, ручки и ещё какая-то канцелярская дребедень. Они застучали по полу, а Ольга сердито оглянулась через плечо. Увидев меня, она улыбнулась и продолжила одеваться. Какого? А, это ты, котейка. Пришёл Семена проведать. Так его нет, он приболел. Нужно было что-то сказать, поэтому я вполне правдоподобно мяукнул, положил морду на лапы и отвернулся в сторону. Застегнув рубашку и повязав галстук, Ольга подошла к зеркалу и повернулась перед ним. А я думала, кто-то подглядывает. Ведь поглядеть-то есть на что, правда? Да! Она убрала с меня свою ночную рубашку, потом погладила между ушей. Всё-таки бытие котом имеет свои преимущества. Когда я застал её в таком виде, то она на меня орала. А тут скажите, пожалуйста. Раз твой хозяин про тебя забыл, давай мама тебе что-нибудь найдёт. Что тут у нас? Печенье, яблоки... О, вот! Она достала из тумбочки тарелку с бутербродом, отрезала от кружка колбасы хорошую часть и бросила на пол. На, ешь! Вкусное, почти свежее! Я потрогал лапой розовый ломтик, лежащий на полу. Пахло вкусно. Рот наполнился слюной. Но есть с пола... Не, я не настолько голоден. Ну чего? Ты кушай! Я отодвинулся и отвернулся от угощения. А значит, не будешь. Ладно, ладно. Придёшь ты ещё у меня подкормиться. Только продукт испортила. Лучше бы Семёнова угостила. Ну, в принципе, что-то в этом есть. И так его угощаешь. О, человек-пакет. Я его раньше не замечал. Вожатая принюхалась, потом покачала головой. Но даже испортилась. Лучше выброшу. А то Семён слопает и после простуды сразу с отравлением в лазарет ляжет. Виала подумает, что я нарочно. Она вздохнула, завернула бутерброд в газету и бросила в мусорное ведро. Всё, больше ничего нет. Иди мышку поймай или птичку. Иди, иди. Кажется, она обиделась. Ну, а чё делать? С пола есть? Я легко спрыгнул с порога, мимолетно удивившись, как легко управляю кошечьим телом. Где-то на краю сознания обелась смысл, что это неправильно и что мне положено выйти думать, как вернуть себе человеческое обличие. Но это было забавно. Мне было всё равно, куда направиться. Так что я машинально переступал пушистыми кошачьими лапами и почти не обращал внимания на то, куда иду. Когда я прекратил прислушиваться к ощущениям от изменившегося тела и огляделся, то понял, что пришёл в мус-клуб. Несмотря на ранние часы, за дверей доносилось приглушённое бормотание. Дверь оказалась приоткрыта, так что я осторожно подцепил её когтями и потянул. Ммм, ладонь! Тронь! Огонь! Блин! Алиса сидела на своём любимом месте у окна и что-то писала в тетради. Периодически она мотала головой, энергично зачёркивая написанное и тихо шипя себе под нос ругательства. Ага, пришёл блохастик. Иди сюда, давай я твоё жирное пузо почешу. Скоро Ульяну по весу перегонишь. Я после выдержался на расстоянии от нашей гитаристки. Мало ли что, вдруг она привыкла пирата за хвост таскать. А чё она привыкла делать с пиратом, мы узнаем уже в следующий раз. Ну а сегодня на этом всё. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!